Новый Техно-вторник. Да, правильно говоришь. Клак-клак-клак! Всем привет! Это Техно-вторник, вторник техобзора. Как лучше писать звук для ваших видео? Можете... Писать его со встроенного микрофона в вашем смартфоне или в камере. Звук будет не очень. Можете нанять звук оператора, который будет бить у вас швабры по голове. Знаете, такая швабра с микрофонами. Либо можете потратиться на радио-аудиосистему, либо поставить на камерную микрофон пушку, что дороговато. Поэтому посмотрим бюджетный вариант запись звука на обычный диктофон. У меня Rhythmix 810RR. Давайте посмотрим, что это такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проведем пару тестов. Тест в помещении. Качество звука максимальное. Читительность максимальная. Запись на... ...встроенный микрофон диктофона. Тест номер два. С диктофоном идет петличка. Пишем звук с его родной петлички. Также у него имеется его витрозащит. Вот такая вот штучка. Надеваем и проверяем. Тест на встроенную на родную петличку через ветрозащиту. Тест вот такой. Тест на мою предыдущую петличку. Говорим вот так. Говорим вот так, 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 так. Вот так, 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 так. 200 рублей. Кстати, видео, снятое с ее помощью, вот здесь. Жми. Очень интересное. Посмотри. Подключаем микрофон. Дексп за 600 рублей. Он у меня уже очень давно. Говорим вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот так. Звук у него такой. Тест в помещении. Давайте посмотрим, какой звук в башине, на улице и на природе. Погнали. Сейчас на второй этап теста мы тестируем диктофон в машине при работающем моторе, кондиционере, стоя на месте. Включаем наш диктофон. Нажимаем кнопку Folder. Приключаемся в новую папку и начинаем писать звук прямо сейчас. Запись звука пошла. Теперь пишу прямо на диктофон. Диктофон близко к рту, летает в пространстве. Звук примерно вот такой вот. Раз, два, три, четыре, пять, проверк. Тут же переключаясь на его родную петличку. Звук пишем из петлички. Один из минусов, который мне понравился, это его витрозащита. Она плохо держится, она слетает быстро. Эксперимент в пространстве. Близко к рту, далеко от рта. Где-нибудь вот так вот. И в пространстве вот так. Микрофон от себя, микрофон на себя. Звук с моей петличкой летает в пространстве. От себя на себя. На кармане чуть пониже, чуть-чуть повыше. Говорю на микрофон, тест в машине, заведенный мотор. Тест раз, два, три, четыре, пять. Подальше от рта, поближе к рту. Почти в упор. Клипует, не клипует, не знаю. На записи посмотрим. Идем на улицу. Итак, наш тест продолжается на улице. Мы находимся на острове Татышева в городе Красноярск. Здесь прекрасная погода. Тест звука прямо на сам где-то фон. В упор, так, в пространстве. Проверка звука номер два. Пишется на его родную петличку. Провод всего один метр. Так что для некоторых может быть коротковато. Через шею перебрасывается хорошо. Подносим ближе. Звук клипует. Дальше уже вроде нормально. По шуму у нас сзади шумит. Октябрьский мост. Движутся машины. Шум уток, шум людей. Переключаемся дальше на мою петличку. Петличка на том же самом уровне. На ровне чуть ниже грудного кармана. Чуть выше. Чуть ниже. Чуть дальше, чуть ближе. Если у вас микрофон будет слишком близко, то будет клиповать, как в моем прошлом видео. Тест номер 4. Проба с микрофона. С него звук намного тише. Это даже нам на плюс. Чувствительность максимальная. Качество максимальное. Утки! Смотрите. Утки со всего озера плутут на мое печенье. Оно им понравилось. Итак, что скажем насчет нашего диктофона? Впрочем, штука вполне удобная. Если писать прямо с него, даже удобно. Но минус такой, что он шуршит. Это минус. Плюс легкий маленький микрофон вполне нормальный. Что насчет петлички, которые в комплекте? Держится удобно. Но минусов два. Первое. Это она очень сильно клипует. Если чуть-чуть ближе ее подведете к рту, она будет сильнее клиповать. И минус второй. Это и ветрозащита. Маленько снижается качество звука. Но, впрочем, это, думаю, не проблема. Если цеплять другую петличку. О, типа такой. Она может получше. Потому что качество микрофона другое. И провод может быть длиннее. Это плюс. Если цеплять микрофон обычный. Звук хороший. Но минус в том, что такой микрофон, он проводной. А таскаться с огромным тяжелым проводом, это не очень удобно. В общем, думайте сами, что лучше. А это был канал Funcom Studio. Подписывайся. И жди новый технофторник. Да, правильно говоришь. Крэк, крэк, крэк. Подписывайся. Субтитры сделал DimaTorzok